Сегодня Сергей Семин в Центре спортивной подготовки Югспорт готовит очередных призерок, мастеров спорта, кандидатов в сборную России. Этим девушкам тренер всегда ставит в пример Яну Ягорян. Ее настырности и стальной характер, отмечает Семин, в итоге сделали свое дело. Сегодняшнюю олимпийскую чемпионку Сергей Александрович тренировал с 10 лет и все эти годы, говорит, тренер Яна отличается упорством и настойчивостью. Поэтому эмоции своей воспитанницы, которые она проявила в минуту победы, ему хорошо знакомы. Яна Ягорян становится олимпийской чемпионкой. Вот это удивительная развязка боя. Спортсменка не может сдержать своих эмоций. Ну, я тоже поплакал. А потом, значит, в течение двух часов у меня шли поздравления. Я не мог уснуть. А потом, когда решил лечь спать, я просто не мог спать. Меня вот просто вот все вот так вот. То есть я практически сегодня так подремал пару часиков и все. Я ее всегда только успокаивал. Потому что она рвется в бой, а ее нужно наоборот тормозить. Чтобы она... Вот вчера был очень хороший показатель. Она более-менее степенно фехтовала. Я считаю, что я вложил очень много здоровья своего. Думаю, что большой вклад я внес. После победы и сама Ягорян отметила вклад Сергея Семина в ее долгожданную победу. Мой первый тренер, который сейчас занимается со мной, Сергей Александрович Семин. Он тоже внес большой вклад в то, что я вообще стою здесь. Он мне помогал во всем. Все делал для того, чтобы я могла комфортно тренироваться и ездить на соревнования. Свой небольшой вклад в подготовку фехтовальщицы к летней Олимпиаде внесла и столица зимней Олимпиады. Два раза в год Яна Ягорян приезжает на тренировки в Сочи. Здесь, рассказывает тренер, фехтовальщица проводит и свой отпуск. К слову, это первая золотая медаль для спортсменок СССР и России в индивидуальных дисциплинах по фехтованию на Олимпиадах с 1968 года. Напомню, Яна Ягорян выиграла золотую медаль Олимпиады в Рио, победив в финале именитую соотечественницу Софью Великую.